Это типичная белорусская, характерная для Белоруссии музыка. Хорошая, какая-то шотландская волынка, я не знаю, как этот инструмент называется. Одезда-то у него национальная, Белоруссия. Что у нас еще нового, еще вот стройка, где кран, веща не знаю, что там был такой угол невзрачный. Стояла там пожарная часть, когда-то при царе Горохе несколько было гаражей так называемых, а сейчас там уже возводят что-то интересное. Тучи над Брестом. Додо пиццы уже нету, вывеска другая, Бургер Кинг. Это бывшая Олеся. Ильгар обещал приехать, разобраться с додиками, но так почему-то не приехал. Так что додики, додики в шоке. Они испугались и переименовали кафешку. Теперь под другим названием. Кинотеатр Беларусь. Фонтан еще работает. Сегодня суббота? Суббота? Да. Засмотрю, что здесь поставили интересный аппарат, игровой, чтобы определить силу удара, я так понимаю. Вот прозевал я хлопец, вот этот, который одевает наушники, только что лупанул туда. Ну, видно, что-то мало баллов набрал. Есть фильм какой-то советский. Как в парке. В парке кто-то что-то... Что же за фильм? Головой стучал там, помнишь? Не помнишь, что за фильм? Помню. Вон, сейчас будет хлопец. Светлана Крючкова снималась. Родня фильм называется. А, да, да, родня. Он подошел, мужик подходит, один кулаком стучал. Ну да, а другой головой стукнулся. А другой с разбегу лбом как дал. В небо мячик. Лона Мордюкова там снимается. Только чубетейку одел, помню, на голову. Мать Крючковой. Как вы, лупил? Ой, хороший фильм. Взрывающих нет. Испытать силу богатырскую и показать. Вечером показывать. Вечером, да. Когда будет допинг. Осенний хонтан. Так, это какое-то новшество. В прошлый раз мы проходили. А, здесь клуба была. Вот так и не поняли ничего. Какой-то посредине силовой щит. Или что-то такое. Коммуникация какая-то. Эстрады будут здесь петь вот песни. К чему этот кабель какой-то подведен. Пока непонятно. Что это такое. Зачем закопали шкафчик в плитку. Борщ, солянка, куриный суп. Раники. Блины с мочанкой. Надо приготовить блины с мочанкой. Я сегодня Саёк, знаешь, что тебе вкусненько приготовлю. Что? Нут с мясом. Нут это горох, да? Или что это? Берецкий горох. Берецкий горох. Надо почитать, что это. Что такое нут? Такое вкусное. Попробуем на говоле, да. Мы идем с Таней в мясной магазин. Сегодня людей немножко больше. Во, камер сколько. Камер наставили, говорю. И мы попали в эти камеры. Попали, да. Попали. Я думаю, что людей больше, чем обычно. Выходной сегодня. Выходной. Красный свет. Прохода нет. Зеленый. Сюда идем. Идем по улице Гоголя. Здесь обычно проводят зимние ярмарки. А в летнее время, когда тепло, несколько павильонов работает. Продают сувениры. Кошачьи домики. Переноски. Плетеные слозы. Это что? Изделие из льна, наверное. Подарки. Подушки, полотенчики. Это Танина тема. Направо. Брестоблгарант. Сервисный центр. Наверное, здесь то, чего ремонтируют. Технику. Ремонт телевизоров, аудио, видео и другой. Бытовой техники. СВЧ. Компьютерная техника. Когда-то был здесь магазин. Был такой магазинчик интересный. Я нет-нет. Заходил сюда. Глазел. Сойду в магазин. Там три телевизора. Два витязя, один горизонт. Всякие штекеры, разъемы. И стою, ушами хлопаю. Что мужики говорят, о чем? Интересно. Ага. Смотрю, там радиоприемники разные. Вот в этом магазине. Хороший магазин, я туда очень часто заходил. Думаю, что он там ищет, что ему там надо. А ему интересно. Сейчас уже другую половину вот этой так называемой сервисной мастерской заняла кафе. Кафешка. Панда называется. Что тут еще есть интересное? На углу магазин мед. Мед продают. Если кто-то заинтересован. Да, мед, кстати, хороший. Мед проверенный. Не какой-то там... Халтурный, да? Халтурный, да. Можете смело покупать. Никто вас не обнает. Мед, кстати, разных производителей, разных сортов. И луговой, цветочный, и рапсовый. Ой, и гречичный. Уже испытано временем. Уже сколько лет этот магазин. Пчелиная аптета называется. Ну, и дальше пошли магазинчики. Так, вообще, как я говорю, непонятно, что тут продают. Ну, продают женскую одежду в основном. Я не вижу, чтобы туда кто-то заходил, выходил. Туда ходят, как Таня говорит, модницы. Модницы, да. Модницы-голодницы с тонкой осиной талией. Это Герасим. Что дворник, то точно. Собачка. Собачка. Переходим, переходим. Переходим, переходим. Собачка. Собачка. Субтитры подогнал «Симон»